Я смотрела с другой семьей, а вот уже второй раз как-то спокойнее, посемейнее, потому что так все понятно, у всех, кто не думал, кого знаешь. Вы знаете, у меня такой нет цели, допустим, сравнивать прошлый год и этот, плохо кормили, хорошо, плохо спали, хорошо. Для меня это не важно. Я поселедую определенные цели какие-то для себя. Первая цель – это окунуть свою семью в компанию больше, еще лучше. И мне вообще представляет огромное удовольствие. Я вижу, как дети ждут, когда мама приедет опять с калатками, когда ребенок засыпает под песню НСП, ну для меня вообще, это не только трогает, просто понимаешь, что я в нужном месте, что семья меня поддерживает, ну это здорово. Может, вы даже не хотели ехать второй год. Ай, может, погода плохая, хочу что-то работать в субботу, но все равно. Я ему говорила, приехали, до сих пор впечатления. Вторая цель у меня была – это, конечно, услышать спикеров и почерпнуть всегда что-то интересное. И уже второй год подряд меня отзевает одна и та же тема. Как люди из региона закрывают такие рамки, делают такие обороты, я вообще просто в шоке. Вот все парни могут понять, в чем, ну не только в чем секрет, но просто действительно, вот низкий поклон. Может, в Минске столько людей, кажется, где этих людей искать, да? А если вот, ну, стоит задуматься. Поэтому всем большое спасибо, всем очень понравилось. И еще мне очень нравится, когда выступаю в Питере, ну, я где-то краем мухом, допустим, с ребенком там бегаю и слышу, там кто-то что-то рассказывает. Потом муж, и мы обсуждаем. Слушай, вот и слышал, там, кто-то что-то там, кто-то говорил, правда, еще так классно, нет? И потом я допустил его что-то. Ну, как бы друг у друга учиться, ну, это, наверное, классно, это здорово. Поэтому организаторы каждый год разные. И у кого-то можно учиться чему-то, где-то там подчеркнуть, что так не нужно делать. Ну, это ок, спасибо большое.